В Лондоне у здания парламента произошло нападение. По предварительным данным, неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был ранен полицией. Также сообщается, что ранее на расположенном рядом с парламентом, в Вестминстерском мосту, машина сбила несколько человек. По сообщениям местных СМИ, в результате перестрелки пострадали от 2 до 12 человек, по различным данным. Полиция оцепила место происшествия. Во время происшествия в парламенте проходила очередная сессия заседания Палаты общин. Все парламентарии эвакуированы. Очевидцы в соцсетях утверждают, что на Вестминстерском мосту лежат тела погибших. Официальных подтверждений числа жертв и пострадавших пока нет. О последних данных телеканал СБС сообщил международный медиаэксперт Зураб Кадалашвили из Лондона. По последним данным, как сообщают британские власти, в госпитале Святого Томаса скончался один человек и еще несколько находятся в очень тяжелом состоянии. Это последствия теракта, который произошел в Лондоне в районе между тремя и четырьмя часами местного времени. Террорист на автомобиле сбил несколько человек на Вестминстерском мосту, который подходит именно к зданию парламента. И ударившись в преграду на автомобиль, террорист выскочил из автомобиля и рядом с парламентом ранил полицейского. Он пытался войти в здание парламента, но его другие полицейские подстрелили. Неизвестно, террорист мертвый или жив пока. Сами британские власти это назвали попыткой теракта. Но еще официально не дается мнение по этому поводу. Еще что. В это время сегодня было выступление премьер-министра Британии Терезе Мэй. И, естественно, ее эвакуировали из здания парламента. И, по последним данным, она находится в своем офисе на Даунинг-стрит. Центр Лондона перекрыт. Слышны сирены полицейских и автомобилей, и скорой помощи. Над городом летают. Вот я слышу сейчас рядом вертолеты пролетели. Я нахожусь недалеко от этого места происшествия. Вот эти последние данные, что я могу сообщить. Специально для СБС Зураб Кудалашили. Ровно год назад в аэропорту Брюсселя прогремели сразу два взрыва. Третий взрыв прогремел в вагоне метро на станции Мальбек. В результате терактов погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».